В понедельник еще сотни мигрантов прибыли в главный порт Греции в надежде продолжить свой путь на север вглубь Европы. Но автобусы не ходят из-за ситуации на греко-македонской границе. Македония ужесточила пограничные контроли, тысячи беженцев не могут ее пересечь. «Я хочу отправиться в Германию прямо сейчас и спрашиваю про автобус. Но они говорят мне, что автобуса сейчас нет. Приходится ждать здесь. Где нам ждать, не знаю. Видите, вот вся моя семья. Что нам делать, не знаю». Паром привез 1280 мигрантов. Среди них много женщин и детей. 46-летний Мансур приехал со своей большой семьей из Идлиба. Их дом был полностью разрушен бомбежками. В идеале они хотели бы отправиться в Германию, но в целом говорят им все равно, куда угодно, только не назад в Сирию. «Мы чуть не утонули в море. Но когда я был в той надувной лодке, я чувствовал себя в большей безопасности, чем когда жил в Сирии. Таково общее положение в Сирии. В Сирии просто невыносимо. Там невозможно жить, если ты не террорист и не боевик». Всё больше стран к северу от Греции ужесточают пограничный контроль с целью ограничения потока беженцев. Македония теперь требует от мигрантов дополнительных документов, включая сирийцев. А афганцев вообще перестал опускать. «Это неправильно. Эти люди даже не знают, что границы закрыты. Они хотят пройти, но не понимают, почему не могут. Из того, что слышала я, на границе останавливают афганцев, но вроде бы пропускают иракцев и сирийцев. Но это меняется каждый день. Никто ни в чём не уверен. Эти люди застревают здесь в темноте. Не знаю, есть ли у них палатки, но, по крайней мере, они получат здесь что-то поесть и тёплую одежду». По данным Международной организации по миграции, на 19 февраля 83 591 мигрант прибыл к берегам Греции в 2016 году. 321 человек утонул.